ДВХАП.РУ Вы чувствуете какую-то свою вину? Или это все-таки нелепая случайность? Нелепая случайность. Вы нашли какое-то объяснение о произошедшем? Как Вы считаете, почему так произошло? На Ваш взгляд, что стало причиной? Ну, Ваши было целый твой суток, подумай. Мы знаем, что прошел дождь недавно. Может быть, скользкая дорога? Или в чем дело? Да, я уже все это говорил. А что касается по кругу этих дорожных машин, они реально были, но мешали? Да, реально мешали. А знаки Вы видели? Не было знаков. Это дорога с польской. А автобус на встречной полосе Вы не видели? Видел, я успевала что-то свежих на дороге. А в чем тогда? Раз Вы успевали, но в итоге не успели, в чем тогда? Я успел затормозить на этой дороге. Успели Вы затормозить? Да. А вот Вы же говорили следователям прокуратуре, что у Вас резина была, как Вы выразились, дубовой, ну лысая. Несоответствующий транспортный средств резина была. А почему тогда разгонялись? Я не разгонялся, я ехал в пределах правил. А какая скорость у Вас была? До 90. А у Вас же неделю назад автобус прошел техосмотр, да? Раньше. А почему тогда согласились пойти в рейс, раз знали, что почти неиспорожье? А у меня есть все с другого выхода. То есть Вы знали то, что Вы идете на риск получается, да? У меня никакой риск не шел. Ну если резина была не очень хорошая. Просто никто не мог угадать, что эта резина ведется так на этом асфальте мокром, на новом. Большой стаж работы у Вас? На автобусе? Да. Здесь 9,5 до этого. В общем, по-другому, ребятам 17 лет. Как Вы могли тогда не знать, что резина себе везет на таком участке дороги? Если у Вас большой стаж водительский? На этой резине я в таких условиях никогда еще не везал. Что за резина-марка помните? На автобус ставят резиновую грузовую машину просто, подходящую по диаметру. По-вашему это была основная причина? Да. И покрытие некачественное, скользкое. То есть Вы считаете, что Вы правила дорожной безопасности не нарушили? Я считаю, что не нарушил. Скажите, был ли хоть один какой-то шанс, чтобы избежать все-таки того, что произошло? Ну, если бы встречный водитель понял бы все, если бы он говорит, что он ехал 60 км в час, он мог бы в ходе остановки остановиться в такой ситуации. Просто кто-то что-то не дополнил. А он сказал, что Вы как-то не сигнализировали? Что не поступало ниже? Я уравнил машину, которая уже неуправляема была, шла юзами и его начал заносить. Как бы я мог бы не сигнализировать? Опытный человек раз со стороны так видит. У нас такие ситуации были, мы не раз выходили с них нормально. И зимой, и летом. Скажите, в идеальном варианте, как должен был бы поступить вот тот водитель, который ехал Вам на встречу? Что он должен был делать, чтобы избежать вот этого всего? Принять влево, сколько можно. При этом вплоть до остановки, по возможности. Следователям Следственного управления УВД России по Хабаровскому краю предъявлено обвинение водителю в совершении преступления, совершенного в соответствии со статьей 264 частью 5 ГК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности». Тем же следователем было вынесено ходатайство в суд для избрания меры пресечения в отношении обвиняемого, где были собраны все обстоятельства по делу и сведения о личности обвиняемого. Сегодня судом Центрального района города Хабаровска ходатайство следователя было удовлетворено. Обвиняемый в ходе предъявления ему обвинения вину свою признал. Сейчас ведется расследование уголовного дела следственно-оперативной группой, созданной в составе следователей, экспертов-криминалистов, сотрудников госавтоинспекции. Он имеет постоянные прописки в городе Хабаровске, может скрыться от средств. Второй водитель пока по данному делу допрошен в качестве свидетеля. ДВХаб.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова